Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо вам за поддержку, за репосты, за лайки, за донаты. Хочу поговорить сегодня о протестах в России, которыми забита вся лента в Facebook и все новостные сообщения. Многим кажется почему-то, что это какой-то верх сопротивления, рассвет протестов в России, и вольнодумство и так далее. А мне кажется, что это днище. Это моральное, или даже правильно сказать, аморальное днище, на которое опустилось российское общество, окончательно разложенное и стертое в порошок русским рейхом, его идеологией. И люди, которые проживают в этой среде, они даже не замечают, как это все выглядит. Но, слава богу, снаружи это заметно, и я хочу рассказать о том, что я вижу в этом всем. В этом всем я вижу позор чисто человеческий, жуткий. Когда все эти кадры из Москвы я смотрел вчера, невозможно смотреть без замерзения. Когда люди ходят, как зайчики по улицам, которые забиты ментами в полном обмундировании. И на каждого человека гражданского 5 ментов, космонавтов, вооруженных, ну там, понятно, без, может быть, без огнестрельного оружия, там это и не нужно, но с дубинками. И когда они хватают из толпы, вырывают человека и начинают его бить, причем били они, я смотрел по голеням, по ступням, по коленкам, душили вот так дубинкой людей до того, что они хрипели. Вот эти трое-пятеро ментов кидаются на одного человека, начинают над ним издеваться, ему больно, ему страшно. Он начинает кричать, звать на помощь, и в этот момент на помощь ему никто не приходит. Вместо этого 5 человек с мобильными телефонами вокруг, прям в лицо ему, вот это перекошенное от боли лицо. Они суют микрофоны, суют камеры. Особенно омерзительный этот кадр, где корреспонденты разных типа вольнолюбивых изданий, типа Тимура Олевского из настоящего времени, еще там каких-то этих прохвостов, которые пока, значит, сами никуда не влезая, и говоря, что мы журналисты, мы по стандартам работаем, снимают мучения людей. Это мне напоминает, как если бы, я не знаю, стоял какой-нибудь репортер около газовой камеры где-нибудь в Аушвиц, ну это крайний пример такой беру, и задавал с микрофоном вопросы у людей, которые туда идут, детей, там женщин, спрашивал, ну как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо, не хотите ли вы что-нибудь сказать напоследок, как вас зовут и так далее. Мне кажется, что такое поведение, это не журналистика, это подонство, это равнодушие, это трусость, страх. И поведение людей вокруг, которые спокойно смотрят на унижаемых, оскорбляемых и избиваемых людей, это лучше бы вообще не выходили на митинги, честно говоря. Лучше бы сидели дома на самом деле и писали, что-то писали против власти в Фейсбук, да. Это не выглядело бы хотя бы унижением таким уличным. А то, что происходило в Москве, это первым делом унижение, унижение самих себя в первую очередь, то, что уважающий себя человек не будет наблюдать, как избивают другого, избивают женщину, бьют пацана по коленкам там и так далее. Такое просто не может быть. Я не представляю себя наблюдающим за тем, как человека насилуют, убивают, бьют, душат. Да, я бы обязательно схватился за эту дубинку, я начал бы оттаскать, получил бы сам по морде. Ну, то есть это невозможно представить для нормального человека, но так не работает совесть. Так может работать совесть или такая манера поведения жертв может быть только у людей, которые окончательно сдали себя в плен русскому рейху, сдали себя в плен Путину. И то, что они делают, это худшее, что можно сделать, потому что они дают понять Путину, дают понять всем вокруг, этим ментам, наблюдателям, дают понять всем, что они никто. И что с ними можно делать все, что угодно, что они жертвы, изначальные жертвы. Такого протеста никто не боится, никакой Путин не зассал. И ничего подобного не происходит. Происходит наоборот ощущение режима, что все сдались, что никакого сопротивления не будет. И, в общем, жертвы просто показали маньякам, что вот делайте с нами все, что хотите. Хотите вот так, а хотите душите, а хотите вот это. То, что лидеры этой так называемой оппозиции продолжают писать. Я Навального читал пост, но Навальный там типа в тюрьме сидит, в очередной раз в гулаге в русском. На 30 суток его посадили там похудеть. Его подчиненная, это Любовь Соболь, во второй раз подряд выходит из одного и того же офиса, в одно и то же время утром. Ее ловят около того же самого, может быть, такси или такого же такси. Вытаскивают из машины с теми же словами. Это произвол, на каком основании меня задерживать и так далее, и так далее. Берут, пакуют, слушайте, если ты лидер протеста, ты, наверное, за день до этого, поменяв три машины своих друзей, выскочив где-нибудь мимо мусорных баков, через подворотню пройдя, наверное, переночуешь у кого-то из своих друзей, чтобы потом быть со своими сторонниками на митинге. Но нет, нет, этого нет. Они добровольно себя сдают в жертвы, добровольно демонстрируют всем, что с ними можно творить все, что угодно. Можно хватать, и вот этот писк ничтожный, это вот символ русской оппозиции. Навальный пишет, значит, его команда пишет в своем фейсбук, что эти проклятые воры из мэрии, которые наворовали себе, какие бляха-муха воры, это люди из мэрии, а также не из мэрии, все эти прихвастни Путина, это люди, которые кровью залиты по уши, какие воры, у кого-нибудь что украли. Это запредельное вранье и трусость, и подонство. И я считаю, что выводить людей на протесты под такими лозунгами, это худшее, что можно сделать. Лучше вообще не трогать этих людей. Скажите им честно, что вы не хотите бороться, что вы хотите получать гранты, донаты, хотите сидеть и бороться с пятой дачей Медведева где-нибудь там под Сочи или где-то еще, что вас не интересует смена режима настоящей в вашей стране, что вас интересует только то, чтобы вас считали лидерами оппозиции, и какие-нибудь западные леваки вас гладили по головке и помогали чем-то, или какие-нибудь наивные дурачки в России вас чем-нибудь поддерживали. Этот протест ни к чему не приведет. Этот протест, он не про реальные преступления. Этот протест, он не про то, что Путин устроил как минимум уже две войны в последние четыре года, а до этого Чечню, а до этого Грузию, а до этого, а до этого Приднестровье Россия начинала и так далее. И все это продолжается, и гибридная война со всем миром происходит. Об этом ни слова, ничего. Это абсолютно лживый протест. Мне очень жаль людей, которые реально получили физическое, физическое, ну, слово не хочу подобрать плохое, которые физически пострадали от этих протестов. И это страдание ни за что. Я понимаю, получить по морде дубинки или по коленке, сказав, что Путин вон из Украины, прекрати войну, освободи Крым, отстань от крымских татар, прекрати воровать людей, убивать, калечить, ломать их судьбы. Но выйти и получить дубинки по коленке за то, что Любовь Соболь, которая добровольно сдается полицейским, не пошла на какие-то выборы, на которых она все равно проиграла, бы. Но это просто себя не уважать. Я говорю, ну, это, я не знаю даже, с чем сравнить. Для меня это позор просто человеческий. И, ну, еще одно, это же не смех, не грех, я не знаю, что. Значит, арестовали, задержали и грозят 15-летним, что ли, заключением за участие в якобы массовых беспорядках студенту, не помню, какого-то высшего учебного заведения в Москве, фамилия его Жуков. И вот Дима Гудков, значит, оппозиционер с друзьями, собирают характеристики для него, что он хороший, про учительство. И вот они изготовили плакат. Там маршал Жуков на фоне Кремля, звездного, стоит такой маршал советский, который загубил там миллионы людей, своих в первую очередь. Стоит и подпись под ним. Тезку не бросим. Дети терят, тезку не брошу. То есть они должны под знаменами маршала Жукова идти просить у Путина, чтобы он отпустил человека по фамилии Жуков, который вышел за эту, как ее, Любовь Соболь, которая не пошла на митинг, потому что два раза сдалась полиции в одном и том же месте, в одно и то же время. Ребят, зачем это все делать? Вот у меня друг пошел. Ну, слава богу, его сильно не побили. Он просто действительно мимо там проходил, практически посмотреть вышел. Его загрузили. Сегодня утром он встал, у него спина. То есть все-таки они били, скручивают они нормально. Они знают, как делать больно, они знают, как унижать. Но мне это все напоминает какой-то мазохизм, честное слово. Я не верю в этот протест. И когда какой-нибудь русский историк, типа Андрея, какова фамилия Андрей, Андрей Зубов, пишет какие-то просто абсолютно бредовые вещи про то, что там Путин поплыл и что-то там происходит. У меня вопрос к Андрею Зубову. Андрей, дорогой, я от тебя лично немножко знаю. Ты правда не читал истории? Ты написал столько исторических книжек, так ничего не понял? Ничего про русскую историю? Нет? Не дошло? Нет? Ну, печально. И это Надувалова, которым занимается русская интеллигенция, обманывая вот эту и так миниатюрную 5% часть общества, выводя ее под дубинки, совершенно непонятно за что. Это, на мой взгляд, предательство. Лучше ничего не говорите, чем говорите ложь. Лучше не говорите вообще, не призывайте никаким митингом, чем ходить на митинг против какого-то воровства, недопуска на какие-то фейковые выборы. Бороться так за настоящее, погибать так за дело. Не знаю, садится на 15 лет, но, наверное, за что-то сделанное, хотя бы, вот вы зайдете туда, в эту зону, человек на 15 лет посадит студента, про него все забудут, и Навальный, и все остальные. И он зайдет в камеру, и он скажет своим однокамерникам, что я сел за то, что вышел постоять на чистых прудах. В общем, смысла в этом я никакого не вижу. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, мне все равно. Я говорил раньше, говорю сейчас. Тот протест, который в России, который полностью выхолощен, он никчемен, не нужен, он фальшив, и он занимает место настоящего протеста. И эти фейковые лидеры, которые, на мой взгляд, прислуживают Кремлю и полностью обслуживают его интересы по уничтожению реального смысла оппозиционной борьбы с русским рейхом, они не стоят ни этих тюремных сроков, ни унижений, ничего. Ну, просто это какой-то развод. Причем развод, который обернется многим людям искалеченными судьбами. А лидеры оппозиции, поверьте мне, никто из них не пострадает. Никто. Они себе все обеспечили, у них все будет хорошо. А вы будете в тюрьмах сидеть и писать письма своим детям. А ваши дети будут расти без вас. А ребята будут продолжать бороться с воровством в Мухасранском районе, за Жопинской область какой-нибудь мусорной свалкой. Вот и вся история про русскую оппозицию. Не верю, и Путин этого не боится. И Путин только радуется таким оппозиционерам. А надо будет, если будет реально что-то там. Они захотят, они уже это говорят открыто, Тянь Альмэнь упоминает, говорят там Соловьев или кто-то. Они и танками раздавят, и расстреляют. Еще самая главная правда состоит в том, что эти действия Путина, эти действия ОМОНа популярны не только среди большинства россиян, но и среди большинства москвичей. У них огромные претензии к митингующим, гулять нельзя, ходить нельзя, мы не смогли попасть в ресторан и так далее, и так далее. То есть все эти жертвы, они ни на что, просто ни на что. И 90 с лишним процентов россиян с удовольствием сами приняли участие в избиении или в плевках хотя бы в сторону тех людей, которых винтили. Но даже те, кто были с ним рядом, они получали удовольствие от того, что они ведут репортажи, фотографируют их, искаженные от боли лица. Я против того, чтобы быть жертвами. Надо быть либо бойцами, либо победителями, но бойцами уж, по крайней мере. Но жертвы точно никак. Спасибо всем, кто смотрит мой видеоблог. Спасибо тем, кто ставит лайки, делает репосты, помогает донатами. Спасибо огромное. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok